Дорогие друзья, мы вместе с вами собрались, чтобы помолиться и отслужить молебен перед началом всякого доброго дела. Ну, у вас какое доброе дело, я догадываюсь. Вы готовитесь в основном здесь к сдаче экзаменов, да, ЕГЭ, как его сейчас называют. Что я вам могу посоветовать? Не бояться. Просто готовиться, готовьтесь спокойно, вот, и не бойтесь ничего, потому что вот это экзамены, как некий такой порог, ну, нашей жизни, который мы все проходим, мы и должны это проходить. Если какой-то страх бывает, то его надо перебороть просто вот так, да. На этом главное запомните, что на этом жизнь и заканчивается, вот, на этом экзамен. Она только у вас начинается. Я хотел бы пожелать, чтобы ваша жизнь сложилась к лучшему, и поэтому мы все вместе будем с вами сейчас молиться. Вы, мы будем священнослужители, вы здесь стоящие, учащие, учащиеся родители. Будем просить о том, что вы преодолели этот барьер не самой главной жизнью, но важной. Вот. Об этом нужно запомнить. Вот. Преодолевайтесь, не преодолевайте его, не бойтесь. Вот, положите все упование, как и верующие люди говорят, мы положили в наше упование, то есть надежду на Господа Иисуса Христа. И, ну, конечно, заниматься обязательно надо, потому что, если мы только молимся, но не трудимся, то, как говорится, лодка нашей жизни стоит на месте. Есть такая интересная история. Притча, как один молодой человек пошел искать смысл жизни и решил пойти в монастырь. А монастырь стоял на противоположном берегу речки. Он подошел к речке, стоит лодка, а там сидит монах. Перевези мне, отче. Да, садись, давай. Ну, поехали. Вот хочу найти смысл жизни. Что делать? Ну, вот смотри, у меня два весла. Одно написано молись, а на другом трудись. А что это такое? Вот смотри, взял этот монах одно весло, где написано молись, стал им грести. Лодка пошла по кругу, но стоит на месте. Взял другое весло, где написано трудись, стал им грести только. Лодка так же пошла в другую сторону, но так же стояла на месте. А потом взял два весла и стал грести, и лодка пошла вперед. Ну, ты понял смысл жизни? Молодой человек сказал, да, понял. Вот я вам тоже этого желаю. И трудиться, и молиться. Христос воскресе из мертвы, Свет ее смерть поправ, Исущим во грабе живут дарува. Христос воскресе из мертвы, Свет ее смерть поправ, Исущим во грабе живут дарува. Мира, Господу помолимся. Пресвятую, Пречистою, Преблагословенную, Славную Владычицу нашему Городицу и Престудеу Марию, Со всеми святы и поменувшие, Сами себе и друг друга, И весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко, подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. О, Господи, явись на благословенных людей во имя, Господи! И на сердцах и на своих плавах, И отрытия все сильные человека, люди, Сложатся и везетам в дуру. Славляйте ступени и грех от помощь, Престави в благодать и силы твоя ныне, И благослови, и веки, и все решения и намерения, И благослови, и веки, и все решения и намерения, И че Господи! Просите, дано будет вам, ищите и найдете, Стучите, и отворят вам, Ибо всякий просящий получает, И ищущий находит, и стучащий ему отворят. Если между вами есть такой человек, Который, когда сын его попросит у него хлеба, Подал бы ему камень, И когда попросит рыбы, Подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злые, Умеете даяние благие давать детям вашим, Тем более Отец ваш Небесный Даст благо просящим у него. О, милый, Бог Боже, Помилите милостью Твоей, Молимтесь, услыши, о, милой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, послави Твоей совершите, Делателем благопоспеши, И делоруку исправи, И в совершении силы Пресвятаго Твоего Духа Спешно произвести сотвори. Твое бы есть, Иже миловый Тей, спасательный Божий наш, И Тебе славу высылаем, Собезначально Твоим отцем, И Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, Ныне и пресно, И во веки веков нет. Христос Воскресе! Воистем Воскресе! Христос Воскресе! Воистем Воскресе! Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон»